Скоординировать и защитить. Эти задачи стоят перед общественными наблюдателями в дни голосования. Они контролируют частоту проведения выборов, стоят на защите прав избирателей, готовиться начинают заранее. Прежде чем заступить на участок в день Х, нужно пройти обучение. В среднем оно длится два месяца. В этом году изучать основы избирательного права наблюдатели начнут в июле. Знания помогут сориентироваться в единый день голосования. Вообще общественные наблюдатели у нас находятся в течение всего периода времени, когда идет голосование. То есть с начала открытия участков и до подсчета голосов. Поэтому все, что в этот период времени может входить, связанное с нарушением закона, общественный наблюдатель обязан отреагировать. Координировать независимых активистов будет региональный общественный штаб по наблюдению за выборами. Эксперты и юристы подскажут, как не допустить распространения фейков в глобальной сети и эффективно предотвратить нарушения на избирательном участке. Присоединиться к обучению может любой совершеннолетний житель Ульяновской области. Пул общественных наблюдателей – это открытая структура. И сейчас уже там есть представители не только средств массовой информации, общественники, активисты, представители НКО, политологи. Есть те, кто работает постоянно на постоянной основе в ассоциации юристов. Есть представители фонда РАПИР. Следить за чистотой проведения процедуры наблюдатели будут 10 сентября, в единый день голосования. Тогда в Ульяновской области выберут депутатов законодательного собрания и представительных органов муниципальных образований. Парламентарские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 18 депутатов будут избираться по одномандатным округам, 18 по партийным спискам. Общее число народных избранников составит 36 человек. Александра Никитина, Геннадий Бухтояров. Управда. ТВ.